Это открыло дверь, которую я хотел закрыть. Тогда я не знал, куда пойти, чтобы закрыть ее. Мои родители, они отправили бы меня к Равину. Равин не смог бы помочь. Я бы сказала Равину, я слышу голоса, и внутри меня демон. Ты знаешь, что бы он сделал? Он отправил бы меня к психиатру. Психиатр, когда увидев, что ты Мишуга, сумасшедший, он не знал, что делать с тобой. Поэтому он бы назначил тебе лечение электрическим толком. И тогда ты действительно стал бы сумасшедшим. А я еврей. И я не собираюсь идти к священнику или что-то в этом роде. Смерть казалась мне лучше, чем жизнь. Я вырос в ортодоксальной еврейской семье. Я добросовестно ходил в синагогу до тех пор, пока не получил бармитца. И я не мог дождаться, когда выйду из синагоги. Я действительно ходил на большие праздники с родителями. Если бы ты спросил меня, верю ли я в Бога, я бы ответил, наверное, как еврей. Я должен сказать да, но я не знаю. И я быстро понял, что мог бы быть счастливым, если бы заработал миллион долларов. У меня была степень в крупном университете Соединенных Штатов. На тот момент я работал в крупнейшей биржевой брокерской фирме в мире. Так что я сделал то, чем не горжусь. Я уволился с работы, я бросил свою жену, я оставил свою дочь и увлекся тем, что называлось курсом медитации Нью Эйдж. Мне сказали, что меня научат узнавать вещи, которые не были запрограммированы в моем мозгу. И тогда я подумал, что если бы я мог узнать эту информацию из невидимого мира, то мог бы знать, какие акции пойдут вверх. И когда я смогу зарабатывать миллион долларов на рынке, тогда я буду счастлив. Поэтому я пошел на этот курс. И на самом деле не думал, что это сработает. На курсе мне рассказали, как мысленно замедлить свои мозговые волны с помощью умственных упражнений. А затем, когда я нахожусь в пассивном, почти гипнотическом состоянии, я могу пригласить воображаемого друга в свою голову. И этот воображаемый друг даст мне информацию, которая никогда не была запрограммирована в моем мозгу. Так что я согласился с этим. Скажу тебе между нами, почему я согласился на это. Они сказали, что вернут мне мои деньги, если это не сработает. Вот я и решил, что сделаю все, что они скажут. И я знал, что это не сработает, но это сработало. Я знал, что вещи, которые были, они не были запрограммированы в моем сознании. И я думал, что теперь я точно буду счастлив. И силы действительно начали расти. Потом я увлекся чем-то, что называется астральной проекцией. Именно там твой дух покидает твое тело. Но потом я узнал, что как только твой дух покидает твое тело, каждую ночь, когда ты ложишься спать, твой дух отправляется на духовную прогулку. А что если бы мой дух покинул мое тело и не вернулся вовремя? Я был бы похоронен заживо. И я должен тебе сказать, мне было так страшно, что я даже не мог спать. И я был убежден, что то, что было внутри меня, было злом. На самом деле это был демон. Я вкусил силу темной стороны демонического мира. И вопреки распространенному мнению, это не поделка. Есть подлинные сверхъестественные вещи, которые являются чудесными. Смерть казалась мне лучше, чем жизнь. Жизнь была слишком тяжелой. Я не искал Бога. Я не искал религии. Я просто хотел вернуться к тому, каким я был. Я открыл дверь, которую хотел закрыть, но не знал, как ее закрыть. И я не знал, кому пойти, чтобы закрыть ее. Например, мои родители отдали бы за меня свою жизнь, но они не могли мне помочь. Они послали бы меня к Равину. Равин не смог бы мне помочь. Я бы сказал Равину. Я слышу голоса, и внутри меня демон. Ты знаешь, что бы он сделал? Он отправил бы меня к психиатру. Психиатр, увидев, что я сумасшедший, он бы не знал, что делать. Поэтому он назначил бы тебе лечение электрическим током. И тогда бы ты действительно стал сумасшедшим. А я еврей. Так что я не собираюсь идти к священнику или что-то в этом роде. Я знал, что мне некуда идти. Мне сказали, что есть сила более великая, чем тот дьявол, который тянет меня ко дну. Это демон внутри меня. Это силой было имя Иисус. Верил ли я в Него? Нет. Но разве мне было куда идти? Мне больше некуда было идти. А в то время эти христианские бизнесмены подарили мне Библию. Мы евреи. Не имеем никакого отношения к Новому Завету. Мы евреи. Не имеем ничего общего с церковью. Знаешь, когда ты тонешь посреди океана, тебе все равно, кто бросит тебе веревку. В отчаянии я помолился молитвой из двух слов. «Иисус, помоги». Я действительно не хотел просыпаться. Жизнь была слишком трудной. Ну что же, я проснулся на следующее утро. Я не мог поверить в то, что произошло. Та демоническая штука, которая была внутри меня, полностью исчезла и заменилась величайшим покоем и любовью, которые только могут быть у человека. Я не смог бы бояться. Не было страха. Даже если бы ты дал мне миллион долларов, потому что эта любовь победила все мои страхи. Это была любовь, которую я никогда-никогда не испытывал. Я никогда раньше этого не чувствовал. И я вернулся к своей жене и дочери, и мой брак был восстановлен. Я могу тебе сказать, что мы с Джой отпраздновали нашу 53-летнюю годовщину свадьбы. Мой папа злился на меня все время, как я стал верующим. Все эти годы ты не можешь быть двумя личностями. Ты не можешь быть евреем и верующим в Иисуса. Он не хотел иметь ничего общего с христианами. И ему было действительно стыдно, что его сын публично верил в Мессию. Моя мама наблюдала, как восстановился мой брак, как я стал хорошим мужем, хорошим отцом, хорошим кормильцем. И она сказала, «Я не верю в этого Иешуа, но Иешуа сделал моего сына мужчиной. Это значит, он хороший человек. Я обсуждал с ней, почему я верю в Иешуа. И однажды она произнесла молитву, чтобы принять Иисуса. Потом, когда моя мама умерла, мой отец задал самый важный вопрос, который он мог мне задать. Он сказал, «Сид, ты будешь ходить со мной в синагогу почти год и читать кадиш за твою мать». И как раз в тот момент, когда я собирался сказать, «Нет, папа, у меня нет времени». Я услышал голос Божий, и я почувствовал, что Бог сказал, «Сид, скажи ему «да». И ты знаешь, я каждый день ходил с отцом в Миньян, читал кадиш и надевал тфилин. Однажды мой отец сказал, я, по его мнению, был таким хорошим сыном. Ты все еще веришь в него? И я сказал, «Да, папа, я хочу». Я верю, что кровь Иисуса очищает мои ошибки. И я чист. Я открыл свой Танах и прочитал ему 53 главу Исаии. Там говорится, что мы, еврейский народ, отвергаем его, но он не умрет за свои собственные грехи. Он умрет за наши грехи. И ранами его, кровью, которая прольется из него, мы исцелимся. Мой папа сказал, «Остановись. Ты читаешь из христианской Библии. Ты говоришь об этом человеке». И я подумал про себя, «Разве это не удивительно?» Я читаю из еврейской Библии, а он думает, что я говорю об Иешуа. Говорю тебе, «Бог прекрасен. Он восстановил мою жизнь. Он восстановил мою семью. Вся моя семья познала Мессию. И я всем обязан Иешуа. И я один из благодарных евреев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok